Добрый день всем, кто нас смотрит. Сегодня мы общаемся с Сергеем Арнсом. Он региональный SEO по Центральной и Восточной Европе в компании Revo Technology. Это финтех-компания, которая позволяет внедрять решения по Pay Later, то есть более поздняя оплата. Покупай сейчас, плати позже. Нам будет очень интересно пообщаться с Сергеем на тему вообще трендов, что сейчас происходит в финтех-индустрии и так далее. Можете немного, Сергей, рассказать о том, как вы попали в Revo, как ваша история произошла? Добрый день, Сергей. Спасибо за представление. Наша компания называется Revo Technology и мы работаем на российском рынке с 2019 года. И смысл нашей услуги в том, что мы предоставляем покупателям возможность совершить оплату частями за покупки или возможность заплатить потом. То есть мы сейчас предоставляем такое омниканальное решение, мы работаем в онлайне, в оффлайне. На текущий момент у нас больше 7 тысяч магазинов, партнеров в России. И технология, которую мы используем, позволяет покупателям забрать товар сейчас, совершенно без денег в магазине и заплатить потом. Это как в Европе называется такой сервис Buy Now Pay Later. Есть крупные аналоги в мире, как шведская компания Klarna, например, вы слышали, или американская компания Affirm, или австралийская компания Afterpay. Это достаточно популярная услуга, которая на тот момент стала новой для нашего рынка. И один из основателей компании, Ирина Швахман, которая долгое время работала в McKinsey и была там старшим партнером, является таким достаточно сильным экспертом в финансовой области и на мировом рынке. И как раз вот они увидели эту нишу и сделали вот эту компанию, которая стала предоставлять инновационные услуги на тот момент для России. За 7 лет нам удалось достаточно сильно развить бизнес. И сейчас мы, наверное, являемся одним из лидеров рынка в этой услуге. Если говорить про похожие решения или конкурентов, то, наверное, знаете, самые большие конкуренты – это либо банки, либо наличные. Потому что мы, по сути, конкурируем с другими методами оплаты. Но прелесть нашего решения заключается в том, что покупатель может очень быстро получить услугу финансирования в магазине. То есть весь процесс занимает буквально 2 минуты. Это если мы говорим про офлайн-магазин. Он в онлайне покупатель все делает сам и может добавить товары в корзину и дальше оплатить способом REVA, подтверждая покупку SMS-кода. То есть все очень быстро и удобно. Мне удалось, собственно, мне повезло познакомиться с Ириной 3 года назад. Я до этого работал в Procter & Gamble. Моя карьера в Procter и развивалась достаточно успешно. И я посвятил почти 9 лет этой компании. И на тот момент, что удивительно, я вообще не знал, что такое финтех. Не знал даже такого слова. И чем его едят. И вообще, что это значит. Но в процессе общения мне очень понравилась вот эта вот услуга. Мне понравилась и атмосфера стартапа, и то, что здесь действительно можно находить и принимать креативные решения. Это действительно та ниша, у которой есть огромный потенциал. Если говорить про ту же Кларну, то обороты исчисляются миллиардами долларов. И это такой для нас, такая вот планка, к которой мы тоже стремимся. В принципе, сейчас, ну, конечно, тренд на рынке, он идет в сторону цифровизации всех услуг. Появляются такие там необанки, как немецкий N26 или британский Monza и Revolute. То есть сейчас тоже очень популярный сервис для международных переводов по биржевому курсу без каких-то банковских комиссий. Да, и там его уже используют сейчас больше, чем 4 миллиона человек. Вот. Сервисами Rebo сейчас тоже пользуются в России уже больше 3 миллионов человек. То есть мы там являемся очень популярной услугой. И мы сотрудничаем с крупными ритейлерами, такими как Детский мир, NVIDIA, с ювелирными сетями 585, Adamas, Smell & Fashion Group. То есть основные наши категории – это ритейл, традиционный, фэшн, одежда, обувь, детские товары, электроника. Это те сегменты, где достаточно высокая частота покупок, где средняя стоимость покупки, она не превышает несколько тысяч рублей. Использование нашей услуги позволяет ритейлерам увеличивать свои финансовые показатели, увеличивать выручку, увеличивать средний чек, увеличивать частоту покупок. Потому что когда мы предоставляем возможность клиенту заплатить частями или заплатить потом, он покупает больше. Если ты разбиваешь платеж на 3 или 6 частей, то твоя сумма покупки увеличивается, так как ежемесячный платеж становится в 3 или в 6 раз меньше. То есть история достаточно простая. Ну понятно, что за этим стоят сложные технологии, которые позволяют сделать сервис очень простым именно в восприятии покупателя. Ну получается, вы самостоятельно финансируете эти покупки или у вас есть какие-то партнеры, банки для этого? Нет, мы полностью независимые компании и мы самостоятельно финансируем покупки. Конечно, у нас есть инвесторы и в частности фонды такие как Баринг Восток и Восток Эмерджинг Финанс вложили в нас 25 миллионов долларов уже. И мы постоянно привлекаем новые инвестиции. Поэтому фондирование полностью на нашей стороне и, соответственно, все управление рисками, оно тоже внутри нашей компании. Получается, это такое микрокредитование, то, что банки не предоставляли на таком и на маленьком уровне. Да, вы совершенно правы, потому что банкам довольно сложно адаптировать свои технологии, чтобы сделать их быстрыми и безбумажными. То есть в чем смысл нашего решения? То, что ты получаешь финансирование мгновенно, заполняешь буквально несколько полей анкеты, там 5-6 полей. И эта информация позволяет нам обратиться в необходимые источники, чтобы принять решение о покупателе, провести скоринг и выдать ему лимит на покупки, который он дальше может легко использовать в магазинах наших партнеров. У банков традиционные и устоявшиеся технологии, а также процедуры, которым банки должны следовать. Поэтому они не могут предоставлять такие вот быстрые услуги, как можем мы. И в этом, собственно, и есть наше преимущество. Сейчас банки тоже начинают осознавать необходимость вот таких быстрых и скоринга и так далее. В частности, вот наш клиент, они уже проводят скоринг по видеоизображения с паспорта, селфи, сравнивают с базой и так далее. А у вас каким образом этот процесс происходит? Ну, смотрите, здесь есть две вещи. Первая – это, собственно, сам скоринг. Это то, что позволяет нам принять кредитные решения о том, что готовы мы выдать, условно, лимит или кредит этому клиенту или не готовы. Для того, чтобы нам принять это решение, мы используем все современные источники данных, кредитное бюро. Мы сотрудничаем с базами мобильных операторов, и мы получаем огромное количество информации по клиенту. Понятно, что клиент дает нам согласие на то, что мы отправляем запрос на использование операционных данных в эти источники. И после этого мы принимаем решение. Второй момент – это, собственно, идентификация клиентов. Так вот, именно процесс идентификации клиентов у банков, он традиционный, сложный и достаточно долгий, и требует в том числе часто подписания бумажных документов. В нашем случае мы делаем процедуру идентификации клиента в магазине с помощью сотрудников магазина, которые видят непосредственно клиента. Ну и мы фотографируем документ клиента, который точно так же мы дальше распознаем, и можем эту информацию предоставлять обратно в кредитное бюро и так далее. Это позволяет нам упростить так называемую процедуру KYC, то есть Know Your Customer. В Европе, в Польше, например, мы используем другую технологию, она называется Penny Transfer, это когда ты кидаешь один злотый на счет клиента и дальше возвращаешь его, это позволяет нам идентифицировать клиента, поскольку у клиента уже есть банковский счет, значит, банки уже привели идентификацию клиента, и мы можем подтвердить его личность таким образом. То есть есть разные методы KYC, и мы стараемся здесь сделать процедуру идентификации клиента как можно более простой, потому что клиент находится в магазине, он хочет сделать покупку здесь сейчас, и мы предоставляем ему эту возможность. Потому что если клиент будет использовать банковский сервис, то это потребует от него заполнения более длинной анкеты и большего времени, как минимум 15-20 минут. Но я согласен с вами, что банки идут тоже в этом направлении, и они очень активно сейчас работают над упрощением всех этих процедур и тоже над скоростью данного процесса. Наверняка такой большой объем данных помогает и в процессе продаж, или эти данные невозможно использовать для таргетинга, рекламы? Ну, наш бизнес это прежде всего B2B, да, у нас такой бизнес B2B2C, поэтому прежде всего мы даем технологию ритейлерам, которая позволяет им увеличить их показатели. В дальнейшем, да, мы, безусловно, работаем с нашей клиентской базой, и мы выбираем определенные группы клиентов, да, у нас достаточно много информации по каждому клиенту, и мы можем таргетировать предложения наших ритейлеров для определенной группы людей из нашей клиентской базы. И это помогает использовать наш сервис для ритейла, в том числе, как маркетинговый инструмент и для получения новых покупателей. То есть здесь мы даем такое достаточно уникальное решение, потому что оно позволяет, с одной стороны, и удерживать новых клиентов, и увеличивать их lifetime value, и продавать им больше, увеличивать чистоту покупок. И мы с каждым ритейлером проводим такую аналитику, и мы видим, что клиенты, которые используют наш сервис, они покупают на большую сумму, они покупают чаще. В этом есть взаимные выгоды. И второе, соответственно, мы можем нашим партнерам дать новых клиентов, которые раньше у них не покупали. Ну и то да, у вас уже сложилась довольно солидная технологическая платформа, где вы много сервисов различных предоставляете. А изначально как-то делалось MVP, то есть как такие большие сложные решения тестировать вообще, когда, допустим, решил какой-то крупной, крупная корпорация создать свое такое решение, и как протестировать подобный подход вообще? Ну, достаточно просто, потому что в начале, когда бизнес начинался в 2012 году, у нас было несколько партнеров, и мы делали с ними пилоты. Это была одна обувная компания и компания в фэшн-сегменте. Мы сделали пилот, мы посмотрели, что этот сервис работает, что он пользуется спросом, пользуется популярностью, что он действительно растит. Средний чек с нашим сервисом растет в 2, в 3, в 4 раза. То есть если клиент покупает в магазине на 1200 рублей, то с нами он покупает на 5000. И мы видим, что продавцам, которые используют наш сервис в оффлайне, тоже это удобно, потому что это позволяет им выполнять их целевые показатели и просто больше зарабатывать. Поэтому, да, мы делаем пилоты с компаниями, и потом, когда мы снимаем показатели через несколько месяцев, мы их анализируем, и дальше мы уже можем легко масштабироваться на всю сеть, потому что ритейлеры, с которыми мы сейчас работаем, это партнеры, у которых тысячи магазинов. Да, довольно внушительный опыт. Вы взаимодействуете только с вашими компаниями, клиентами, либо есть какие-то решения, которые позволяют общаться с непосредственными потребителями, покупателями? То есть какие-то, не знаю, технологии, помощники, голосовые боты или еще что-то такое? Ну, для клиентов мы всегда предоставляем удобные сервисы, которые в первую очередь позволяют клиентам удобно платить. Потому что клиент может заплатить практически любым способом за покупку, которую он сделал с нашим сервисом. Это может быть как оплата на сайте, оплата карты, оплата наличными, оплата в терминалах, как, например, терминалы Сбербанка или в местах, где принимают сервис «Золотую корону» и так далее. То есть это одно из удобных преимуществ, то, что клиент может удобно и заплатить любым удобным ему способом. Второе, мы тоже идем здесь в сторону упрощения коммуникации с клиентом и развиваем чаты. Потому что чат сейчас один из таких более современных способов общения непосредственно с клиентом. И это гораздо проще, чем позвонить, это гораздо проще, чем куда-то написать, потому что в чате тебе отвечают быстро и сразу. В основном у клиентов возникают какие-то стандартные вопросы, где заплатить, какой мой следующий платеж, какой-то ближайший магазин, где я могу купить и так далее. И наш консультант в чате клиентам достаточно быстро отвечает на их вопросы и может отреагировать на подобные запросы от клиентов. То есть в основном как чаты, как техническая поддержка используются. А это только с помощью людей решаются такие вопросы или вы применяете какие-то машины, обучение и так далее? Ну, у нас есть AVR, безусловно, который мы используем на голосовой линии, у нас есть чат. И мы предпочитаем общение с клиентом посредством email, потому что это дешевле и это эффективнее. И мы используем CRM-платформу, которая позволяет нам настраивать те коммуникации, которые у нас регулярно получает наш клиент. В том числе мы кастомизируем коммуникацию в email-сообщениях, которые получают наши клиенты. Мы можем добавлять туда какие-то специальные промокоды, офферы от наших партнеров и делать эти предложения более интересными. Вставлять фиды с сайтов наших партнеров. То есть клиент каждый раз получает какую-то новую коммуникацию от нас и что-то интересное. Что самое главное? Мы в феврале этого года как раз мы сделали ребрендинг. Мы долго над этим работали и теперь наш сервис называется Mokka. И девиз нашего сервиса это аванс на твой вкус. То есть под брендом Reva мы больше не работаем, хотя компания продолжает называться Reva технологией. Теперь мы используем бренд Mokka. Мы как раз хотели создать такую приятную ассоциацию у покупателей с чем-то теплым, с чем-то сладким. С тем, что достаточно простое и приятное слово, которое у всех на слуху. И теперь мы активно продвигаем и коммуницируем этот бренд на рынке и создаем awareness покупателей. Опять же, что еще интересно, да, вот в составе самого слова Mokka внутри есть Ok. То есть мы говорим клиенту, что мы даем вам Ok, мы тебя одобряем. Потому что если говорить о каких-то операционных показателях, то здесь вот в нашем сегменте очень важно, какой процент покупателей мы одобряем. Потому что это один из основных параметров, который позволяет создавать лояльность покупателей. Так как мы работаем с ритейлерами, уровень одобрения очень важен. Потому что мы хотим, чтобы как можно больше покупателей ушло счастливыми из магазинов. И таким образом мы создаем вот это вот win-win решение. А и большой процент сейчас на данный момент? Большой процент чего? Одобряемых заявок. Да, да, конечно. У нас уровень одобрения, безусловно, он зависит от того клиентского потока, который мы видим у того или иного ритейлера. Он зависит от сегмента. Но если мы говорим там про банки, то у банков зачастую уровень одобрения порядка 20-30%. Может быть выше, конечно, но банки стараются одобрять только самых, скажем так, надежных клиентов. Они зачастую очень сильно перестраховываются. Либо если они не могут идентифицировать клиента, в соответствии с их процедурами, они также вынуждены ему отказать, несмотря на то, что клиент может быть хорошим. В нашем случае мы поддерживаем уровень одобрения гораздо выше. То есть в некоторых сетях он может достигать там 85%. А такой высокий уровень одобрения не ведет к сложностям с возвратом платежей? Это очень хороший вопрос, потому что мы очень грамотно управляем нашими рисками. И мы видим, какой клиентский поток приходит в той или иной сети. И в зависимости от этого мы можем настраивать уровень одобрения и мы можем его менять. Если мы видим, что клиентский поток хороший, тогда мы можем одобрять максимальное количество людей. Но бывают случаи, когда, например, мы работаем с одной сетью дискаунтеров, и поток в дискаунтерах не самый качественный с точки зрения кредитного скоринга. Вот. И там, безусловно, уровень одобрения будет ниже. Хотя все равно он будет выше, чем банковский уровень. Но этот процесс настройки, он... Понятно, что он наверняка контролируется людьми, но у вас какие-то технологии для этого разработаны? Бигдата и прочее, прочее. Да, конечно. У нас есть, собственно, технология скоринга, которая нам позволяет применять определенные нокаут-рулы и отсекать тех клиентов, по которым мы получаем негативные триггеры. То есть, например, если мы знаем, что у клиента есть какая-то глубокая просрочка или слишком большая кредитная нагрузка, мы все эти показатели отслеживаем, и мы принимаем решение по каждому клиенту. Или, например, у клиента, там, недействительный паспорт. Или мы знаем, что этот клиент засветился в какой-то базе, да, или там раньше совершал мошеннические операции, да. То есть, конечно, мы отказываем неблагонадежным клиентам. Но, опять же, смысл сервиса в том, чтобы мы могли одобрять как можно больше. Большая команда техническая поддерживает и развивает такой продукт? Ну, смотрите, в России у нас сейчас порядка 70 человек, кто работает в компании, и также многие вещи мы держим на аутсорсинге. То есть, там, разработка, риски, это все внутри компании, там, моменты, связанные, там, с бухгалтерией, с колл-центром, с коллекшеном, агентством. Это те вещи, которые мы можем легко аутсорсить. В Восточной Европе мы также пользуемся поддержкой из России, что удобно, поэтому у нас здесь нет необходимости держать большую команду. И мы также аутсорсим все те вещи, на которых мы можем сэкономить. Потому что ключевое для нас – это эффективное использование ресурсов и грамотное управление нашим временем, бюджетом и размером компании. А как удается наладить взаимодействие между распределенными командами? То есть, ну, понятно, что когда люди в разных городах, часовых поясах, возникают определенные сложности, как удается их решать вообще? Ну, в этом нет какой-то проблемы, потому что у нас отлаженная структура внутри организации, и потом современные технологии связи позволяют быть всегда в онлайне, и неважно, где ты находишься. Мы работаем с теми компаниями, которые предоставляют нам профессиональные услуги и высокое качество этих услуг, поэтому здесь нет никаких проблем. Я думаю, что очень важно здесь как раз выбирать правильных партнеров и не экономить на этом. Ну, а вот что касается вот этой атмосферы, когда люди в одном офисе хорошо понимают друг друга, вы привозите как-то к себе партнеров или встречаетесь с ними периодически, или всегда только удаленные в основном коммуникации? Мы регулярно встречаемся с партнерами, потому что здесь самое главное это общение, поддержание общения с партнерами. Мы проводим регулярные обзоры бизнеса с нашими ведущими партнерами, приезжаем к ним на встречи, приглашаем к нам в офис, потому что так как у нас в B2B решение, очень важно дружить с партнерами и понимать, что вы вместе делаете бизнес, который взаимовыгоден и одной и другой стороне. Поэтому на этом, безусловно, основной фокус именно на развитии совместного взаимовыгодного партнерства. Ну, то есть получается, что одним из ключевых преимуществ вашей компании перед традиционными банками также заключается то, что вы очень грамотно управляете расходной частью и не раздуваете, скажем так, бюджеты. Все верно, да. У нас очень эффективная как сейлс-команда, так и вся структура компании, и мы не делаем там каких-то больших инвестиций, как, например, в рекламу и маркетинг, которые просто бы не окупились. И мы стремимся к тому, чтобы каждая продажа, которую мы делаем, каждый выданный займ, он был эффективный. И просто мы видим там много других примеров на рынках, да, когда там компании делают там огромную массированную рекламную поддержку, да, и это, к сожалению, там не приводит ни к чему, либо несет за собой там просто огромные затраты, несмотря на то, что, конечно, это может нарастить там твою клиентскую базу, но вопрос в том, опять же, какого качества клиентскую базу ты получаешь. Так как мы работаем с крупнейшими ритейлерами, да, и то те люди, которые ходят за покупками в магазины, это в основном люди, которые там хорошо платят, вот, это достаточно надежные покупатели. А если просто делать рекламную кампанию вот на весь мир, тогда ты имеешь большой риск привлечь тех людей, которые просто тебе не будут платить. В этом смысл продукта, то, что он именно кастомизированный, он таргетированный и он в очень четком и понятном партнерстве с ритейлерами. Вот, то есть можно сказать, что мы занимаем такую уникальную нишу, да, когда мы являемся некой такой финтех FMCG-компанией. То есть мы, это не традиционный банк, да, который, ну, не имеет, по сути дела, никакого отношения к ритейлу, да, а мы именно вот тесно связаны, да, с оффлайн-магазинами. Мы прорабатываем с партнерами глубокую онлайн-интеграцию нашего решения, если мы внедряем онлайн-продукт, потому что мы обладаем здесь достаточным опытом и знаем, как правильно нужно представить услугу для того, чтобы она позволяла ритейлерам лучше увеличивать их показатели по конверсии, по частоте покупок и растить средний чек и обеспечивать вот тот необходимый приток нового количества клиентов, которые они ждут. И, собственно, объяснять клиентам, как пользоваться сервисом, как платить, как это работает, потому что, ну, сам продукт, он достаточно сложный, вот, но мы стараемся его сделать очень простым для покупателей. И здесь очень важно именно обучение и грамотная коммуникация как с нашей стороны клиентам, так и со стороны наших партнеров. Мы также проводим обучение сотрудников наших партнеров совместными силами в магазинах. То есть у нас есть как выделенный ресурс со стороны компании, так зачастую есть и тренинг-менеджеры, и региональные директора в ритейлерах, которые постоянно тоже на связи с магазинами, они их посещают, они их знают, и они непосредственно управляют этим процессом. Поэтому мы всегда здесь встраиваемся в ту систему, которая зачастую очень эффективно выстроена у ритейла, и помогаем интегрировать нашу услугу так, чтобы они могли получать максимальную выгоду от использования нашего продукта. Ну да, это логично для всех, то есть вы как консалт выступаете в этом случае, как консультанты, консалтинговая компания, это win-win стратегия. Ну и, соответственно, все маркетинговые активности мы также делаем вместе, потому что это эффективно. Вот. Если вы посмотрите, там, пример, как работает Klarna, Klarna точно так же делает маркетинговые активности со своими партнерами, там, это может быть наружная реклама, это может быть реклама онлайне, это могут быть какие-то имейл-рассылки. Это работает лучше всего. Поэтому очень важно здесь эффективно подходить к управлению своим бюджетом, своими ресурсами и понимать, что ты хочешь. Опять же, здесь есть обратная сторона медали. Если бы мы много денег тратили на маркетинг, тогда мы должны были бы просить гораздо большую стоимость нашего сервиса с наших партнеров, и это было бы им невыгодно. Либо мы бы сделали тогда не такой выгодный продукт для клиента. В большинстве случаев мы делаем так, чтобы клиент мог оплатить частями без переплаты. Потому что это максимально простая и удобная услуга, которая позволяет тебе забрать покупки прямо сейчас. Сегодня ты ничего не платишь. Твоя общая сумма, ты купил на 5000 рублей и возвращаешь ровно 5000 рублей, и возвращаешь это тремя или шестью равными частями. Что может быть проще? Ну да. Если говорить о конкурентных преимуществах, вы сказали, что хотелось бы в будущем развиться и составить какую-то конкуренцию крупным финтех-компаниям, которые предоставляют подобную же услугу. И какие планы, какие вы видите тренды, во что вы планируете направить усилия в развитии, чтобы выделиться, занять свою нишу или подвинуть конкурентов. Ну, мы постоянно расширяем спектр услуг, которые мы предлагаем. То есть сейчас покупки с МОККО, они доступны как в онлайн-магазинах, в офлайн-магазинах, что обеспечивает умниканальность, прежде всего, и это важно, так как сейчас большой тренд тоже идет в онлайн-часть, и ритейлеры тоже переключают свои продажи в онлайн-канал. У нас доступны займы наличными для клиентов, когда клиент имеет возможность вывести часть своего аванса на карту. Понятно, что у клиента есть там специальные свои условия в личном кабинете, и это такой тоже кастомизированный индивидуальный подход, и клиент может воспользоваться этой услугой в том числе. Сейчас мы также продолжаем развивать новые сервисы, как там виртуальные карты, система там бесконтактных платежей. Недавно мы ввели дополнительный сервис страховок для клиента вместе с покупкой. То есть мы постоянно здесь работаем над улучшением user experience и над тем, чтобы предоставлять покупателю те услуги, которых он ждет, и делать продукты еще проще, еще удобнее, еще более интуитивно понятным. Опять же, сейчас очень сильно развиваются технологии QR-кода, технологии бесконтактных платежей, и мы тоже идем в эту сторону. Вот, например, в Польше есть очень популярная сейчас система быстрых платежей, которая называется Блик. Она включает в эту систему, входят практически все банки в Польше, и работает следующим образом. Когда в мобильном приложении тебе генерится код, код имеет некий срок годности, там, 2 минуты, и этим кодом ты можешь подтвердить любую покупку в онлайн-магазине. И это тот сервис, который позволил очень сильно упростить жизнь покупателям в Польше. И сейчас вот это одна из лидирующих стран по объему бесконтактных платежей. То есть сейчас больше всех, там, больше 70% всех польских карт, они являются бесконтактными, и больше 75% там всех терминалов в стране, они поддерживают бесконтактные платежи. Вот. А также с этой системой Блик ты можешь тоже с помощью вот этого кода, который генерит Блик, снять деньги из банкомат. Все очень просто, быстро, удобно. Любая технология, которая позволяет покупателям упростить их жизнь, которая решает их проблемы, она быстро становится популярной. Поэтому наш сервис здесь тоже решает значительные проблемы покупателей, и поэтому он популярен. Понятно. Ну, то есть, если подытожить ваши планы, то вы стремитесь внедрить все самые актуальные решения, чтобы упростить взаимодействие с клиентом, жизнь клиента, и старайтесь... Да. И с другой стороны, мы тоже здесь работаем над эффективностью наших внутренних процессов, потому что мы всегда тестируем какие-то новые решения, которые позволяют нам снизить стоимость сервиса, которые позволяют нам лучше и быстрее принимать решения, о покупателе. И здесь есть огромное количество сервисов, которые в Польше, например, тоже предоставляет кредитное бюро. Сервисы включают в себя как разные технологии по проверке ID клиента, чтобы сервисировать и предупреждать тех клиентов, кто предоставляет неправильное ID, или делают это в каких-то мошеннических целях. Есть специальные антифрод-платформы, есть огромное количество разных источников данных, в которые мы можем обращаться для того, чтобы работать эффективнее как для клиента, так и с точки зрения нашей внутренней экономики. И каждый из этих сервисов мы тестируем, мы смотрим, что работает, что не работает, и дальше принимаем решение уже, какое из них интегрировать и как это адаптировать в нашу кредитную стратегию. Понятно. В общем, не стоите на месте. Нет. Помните, как в «Алисе стране чудес»? Для того нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то прийти, нужно бежать вдвое быстрее. Поэтому на месте стоять нельзя. Это очень хороший совет. Но я думаю, здесь наше время уже подходит к концу. Тогда предлагаю завершиться на нашу запись. Спасибо, Сергей, что поделились некоторыми инсайтами из вашей компании. Да, Сергей, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.